Открытие этого объекта положит начало новым образовательным традициям. И о Бресте еще больше заговорят, как о городе с сильным интеллектуальным ресурсом. В Техническом университете теперь заработала лаборатория промышленной робототехники. Говорить о том, что это что-то запредельно новое, не приходится. Брестские стартапы нередко становились масштабными проектами. Однако теперь возможностей для развития стало больше, а перспективы еще шире. Один из организаторов этой лаборатории, как бы идея, принадлежит компании «Саушкин продукт», которая заинтересована в развитии новых технологий, именно белорусских, своих местных. Одном системном интеграторе системы промышленной автоматизации, которые, скажем так, представляют интересы крупных европейских поставщиков оборудования, то есть самое современное оборудование, которое нужно внедрять в производственный процесс. Ну и Технический университет выступает как, собственно, поставщик кадров студентов тех ресурсов, которые можно обучать на базе этой лаборатории. Большое количество компьютеров и необычных деталей. Именно так выглядит пока единственная в области промышленной лаборатории робототехники. Первую экскурсию по новому помещению также проводит робот. Прямо сейчас я проведу небольшую экскурсию по нашей лаборатории. Следуйте за мной. И да, если что, я вас вижу. Роботизированный кукольный театр – еще одна новинка, чья презентация состоялась в дни празднования тысячелетия. Конечно, человеческий ресурс заменить невозможно, но выглядит довольно интересно, как и робот-бармен. Хотите продегустировать йогурт? Машина обслужит в несколько кликов по монитору. Вам лишь на планшете нужно выбрать вкус, который вы бы хотели выпить. Нажимаем «Вкус», нажимаем на кнопочку «Хочу». Он устанавливает стаканчик в подстаканник. И потом берет бутылочку с тем вкусом, который вы выбрали заранее. Открыть такой масштабный промышленный центр удалось при поддержке крупных предприятий, которые выступили спонсорами этих начинаний. Сегодня на производствах заинтересованы в технических разработках, особенно отечественного производства. Это современная лаборатория, оснащенная по последнему слову техники, новейшая модель роботов, база для обучения студентов. А мы свои дивиденды будущие видим в том, что сегодняшние студенты уже в ближайшее будущее придут на работу к нам, к нашим настоящим и потенциальным заказчикам, подготовленными инженерами, которые получили опыт работы с этим новейшим оборудованием. А вот несмотря на такое заблуждение, широко распространенное, то, что роботы забирают у людей рабочие места, на самом деле это абсолютно не так. И у нас в стране, и в Европе, и я думаю, что в мире в целом как раз наблюдается острая нехватка квалифицированных инженеров. За робототехникой будущее уверены в администрации технического университета. Новинки здесь всегда поддерживались, и политика эта будет продолжена. На то, он и технический университет, и одним из направлений как раз является одной из специальностей робототехника, автоматизации, искусственный интеллект. Поэтому тема лаборатории очень хорошо попадает на профиль нашего университета, факультета электронно-информационных систем и машиностроительного факультета. Поэтому эта идея была воспринята абсолютно позитивно. Ну и вот то, что было задумано, вот оно реализовано. Кстати, и ректору студенты и педагоги вуза сделали робота-помощника. Теперь его подпись стоит на сувенирной продукции университета. С документов была взята фотография, подпись ректора. Дальше мы это все преобразовали в координаты, понятные роботу. И он просто дальше движется, выполняет действия аналогичные в руке человека. Постепенно база лаборатории будет пополняться. Это пообещали спонсоры. Что же касается ближайших перспектив, то уже через несколько дней сюда придут на занятия студенты. Анастасия Ноздрин, Платницкая, Дород Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.